К нашему эфиру присоединяется директор и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, приветствуем вас. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Ольга, Министерство финансов США планирует внести ЧВК «Вагнер» в список крупных транснациональных преступных организаций. Об этом сообщил Джон Кирби. Что означает это и в какой правовой реальности существуют боевики данной организации сейчас? Ну, вы знаете, дело в том, что и сейчас ЧВК «Вагнер», в общем, вне закона повсеместно, даже и в России, где запрещено наемничество, надо сказать. Тем не менее, это никого не останавливает. Но мы все ждем, когда будет ЧВК «Вагнер» включен, так же, как был включен ИГИЛ, в список международных трансляционных организаций. Потому что и сейчас тоже Пригожин давно находится под санксами. Мы, например, знаем, что Пригожин, как выяснилось, пытался судиться с журналистами и даже подал иск в высокий суд Лондона. Это было в конце 21-го года. И вплоть до последнего времени этот иск, собственно, был вполне легитимен. В Лондоне, известной столице, где преследуют журналистов по британским законам. Да, это позор известный. Но, тем не менее, до последнего времени Пригожин там был, хоть и под санкциями, но пытался судиться с известными расследователями. И ничто ему это не мешало. Да, деньги есть деньги. То, что он сейчас попал в списки Министерства финансов США, это, конечно, означает очень многое, что будут проблемы с транзакциями, что их вообще не будет, что будут внимания за этим следить. Но так и без того следили, что сейчас не мешает ему, например, вербовать граждан, как мы знаем, и Германии, например, и тех же самых США. Есть наемники у него и оттуда, к сожалению, насколько мы знаем, или закупать какое-то оружие в Северной Корее. То есть пока у него, простите, все хорошо. Все хорошо. И, конечно, нужно усилия международного сообщества, а не только, например, Министерства финансов США. Нужно все для того, чтобы все-таки ЧВК «Вагдар» был признан международной террористической организацией, что по факту и есть. И мы видим из вашего последнего сюжета, сколько уже было пролито крови не только в Украине, но и в Сирии, и в Центральной Африканской Республике, где были убиты российские журналисты, которые пытались расследовать деятельность ЧВК «Вагнер». Пока все это сошло ему с рук. Ольга Евгеньевна, мы видим сейчас, что «Вагнер» постоянно пополняет свои ряды, в том числе и российскими заключенными. И видим, что действительно интересы Пригожина или в целом этой организации ЧВК «Вагнер» не ограничиваются исключительно зарабатыванием на крови ни в чем не повинных украинских граждан, но и распространяются далеко за пределы Украины и России. Та же Центральная Африканская Республика, которая была упомянута. Скажите, а там российских заключенных тоже используют или только бросают их в качестве пушечного мяса на войну в Украине? Вы знаете, им обещают, что после того, как они отличатся в Украине, они могут быть направлены дальше в Африку для продолжения приключений. Для многих Африка – это вообще какой-то предел мечтаний. Надо сказать, что «Вагнер» есть не только в Центральной Африканской Республике. Сейчас, например, немцы очень беспокоены тем, что происходит в Мали, потому что в Мали после смены власти был международный контингент, были французы, были в том числе и войска Бундесвера, и они сейчас оттуда выводятся. И на их место выступает кто? ЧВК «Вагнер». Еще одна африканская страна подпадает под влияние ЧВК. И немцы, конечно, в шоке и в ужасе от этого всего, но опять же здесь необходимы усилия международного сообщества. Это надо останавливать, потому что иначе в Африке скоро появятся российские заключенные в качестве бойцов. И надо сказать, что мы все чаще и чаще получаем сообщения о том, что в тюрьмах Центральной Африканской Республики, Мали, и мы еще слышали несколько раз про тюрьмы Майя Туркменистана, например, вербуются наемники для как раз ЧВК «Вагнер» и для Украины. Тут такие сообщающие сосуды. Поэтому, конечно, усилия Министерства финансового сообщества недостаточно. Должны быть общие, общие международные усилия. Ольга, также понятно, что благодаря этой вербовке заключенных на свободу выходят преступники, которые, возвращаясь якобы из Украины, имеют возможность бежать. Вот таким примером является Александр Тютин, которого приговорили к 23 годам за заказное убийство семьи из четырех человек, включая двух детей. Об этом говорит издание 47 News. Как отмечает издание, он был завербован в ЧВК «Вагнер» в начале июля прошлого года в Карельской колонии номер 9. Но уже во второй половине декабря 1922 года без ранений вернулся в Санкт-Петербург. И 17 января Тютин улетел в Турецкую Анталию, куда незадолго до этого улетела его супруга. То есть, получается, убийца был освобожден и покинул вообще пределы России. То есть, убийцы находятся за границей, например, в Турции. Известны ли вам еще подобные примеры такого просто освобождения из тюрьмы преступников-убийц? Вы знаете, эти примеры будут множиться. Потому что, конечно, из Турции он может потом поехать куда угодно. И я, например, очень сильно сомневаюсь, что этот человек, 66 лет, кстати сказать, там действительно было убийство семьи из четырех человек, где жена еще была беременная. И взяли-то его, это было довольно давнее убийство, взяли-то его за то, что он заказал еще убийство своей родственницы, не поделив с ней какое-то там наследство, черный риэлтор. Я очень сильно сомневаюсь, несмотря на то, что Пригожин специально рассказал, что он лично уничтожил там семь украинцев и участвовал в боях. Я очень сильно сомневаюсь, что на фронте этот человек был очень сильно для Вагнера эффективен. А если учесть, что, понимаете, дело в том, что когда Вагнер приходит вербовать преступников на зоны, никто не знает, сколько он их заберет. Он заберет их 100, 200, 238, 442, непонятно, сколько он их заберет туда. А если учесть, что начальники зон потеряли сейчас с войной весь свой заработок, а их заработок состоял из двух частей. Это на УДО за деньги условно-досрочное освобождение и, конечно, промка, промышленное производство. Это тоже, в общем, карман начальника зоны. С войной нет ни промки, нет ни УДО. Все уходят через ЧВК, и суды никому не дают никаких освобождений судно-досрочных, работая тоже на ЧВК. Соответственно, они потеряли заработок, и сейчас их заработок тихонечко отпускают людей якобы для ЧВК Вагнер. А на самом деле они полгода где-то отсиживаются, после чего они совершенно спокойно, без судимости, без всего, могут путешествовать по всему миру. Это уже бизнес. И я думаю, что сейчас такие люди заполонят другие страны и хлынуты в Европу и в Америку, добро пожаловать, что называется. А что? Что с этим делать? Конечно, надо гораздо внимательнее выдавать визы и так далее. Но Турция, да, она безвизовая. Черногория безвизовая для россиян. Многие африканские страны, Тунис безвизовая для россиян. А там дальше можно отсидеться в Эфиопию и получать шенгенские визы. И их будут выдавать? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. Но мы же с вами понимаем прекрасно. Я вижу по Германии, несмотря на то, что здесь есть очень строгие проверки, вот сейчас с гуманитарными визами, с выдачей видов на жительство, мы видим, что нет-нет, да попадают путинисты. Да, действительно происходит. Тем временем New York Times сообщает интереснейшую информацию, согласно которой кладбище ЧВК Вагнера за последние два месяца в семь раз разрослось. То есть количество погибших, тех самых, которые как пушечное мясо отправляют на войну, увеличивается и растет просто в геометрической прогрессии. А это каким-то образом повлияло на настроение в российских тюрьмах или на желание российских заключенных присоединяться к ЧВК? Ну, вы знаете, это не единственное кладбище. Мы же знаем с вами прекрасно и видим, что вагнеровцев, у кого есть родственники, хоронят родственники по месту жительства, что это кладбище далеко не одно. Нам сообщают, например, из Татарстана, что там есть кладбище, где хоронят в том числе и вагнеровцев. То есть таких захоронений в России очень-очень много. Они есть и точечные, и есть и другие, не только в Краснодарском крае, но именно все эти кладбища выполняются сейчас в основном вагнеровцами. Значит, где-то меньше 20%, в принципе, осталось сейчас, и вообще остается в живых и пока на фронте. То есть эта выживаемость, конечно, крайне низкая. Но дело в том, что все чаще и чаще происходят такие случаи, как люди, которые были похоронены, получены за них деньги, заключенные вагнеровцы. Потом выясняется, что они в украинском плену, что они живые. Эти случаи, они чаще приходят как раз в сведения с Украиной, чем из России, потому что здесь жены, матери, дети предпочитают молчать. Они получили деньги, не отдавали же их назад. Ну и потом уже все сказали соседям, все сказали родственникам, что наш-то вот этот вот убийца, подлец, негодяй, мерзавец, который там сидел, вы все думали, что он мерзавец, а он герой, оказывается. И как теперь от этого отказаться? Никак. Поэтому это тоже все скрывается. А Прикожинам тоже понятно, зачем это надо, чтобы не портить статистику для Путина. Потому что Путин, как известно, там был в гневе, когда выяснилось, что осенью, что побежали заключенные с огромной скоростью, побежали и сдаваться в плен, в том числе благодаря замечательной украинской программе «Хочу жить». Она работает. И побежали назад в Россию с оружием в руках. И сейчас Прикожин скрывает как можно больше таких случаев. Ему действительно легче отдать пустой гроб и 5 миллионов рублей, чем сказать, что человек в плену. Поэтому смертей на самом деле, я думаю, чуть поменьше. И возможно, что и в этих самых могилах есть и пустые гробы. Но это тоже прекрасный способ смыться заключенному, который считается, что он похоронен. И где он окажется через близкое время, никто не знает, кого он еще убьет, сограбит, зарежет. Трудно сказать. Ольга, а вот еще хотелось бы, чтобы вы прокомментировали такую историю. Песков, как говорится на жаргоне, спалил планы Кремля. И Кремль не исключает, он заявил это, что Киев готовит покушение на Евгения Прикожина, главу ЧВК «Вагнер», боевики, из которых задействованы в войне против Украины, говорит Песков. Как известно, если Кремль такое говорит, то он же это и планирует. Как думаете, это вообще реальная история? Может, Пригожин стал неугоден? Вообще, конечно, Пригожин очень сильно раздражает окружение Путина. Естественно, всем известно, он поссорился с Министерством обороны, с Генеральным штабом, но он раздражает и старую путинскую элиту, потому что он выскочка, он из официантов, он из зэков, и он сейчас в фаворе, и набирает силу, и образует очень серьезные политические союзы, например, с Кадыровым или с генералом Суровикиным. Это не может не раздражать, это не может их беспокоить. Тем более, что, в общем, у них есть вполне готовый сменщик Пригожина. Это Виктор Бут, недавно обмененный, в декабре, из американской тюрьмы. Он-то как раз из старой гвардии. Он очень такой сеченский, близкий, и Путин очень хлопотал за его обмен все эти годы. Его, видите, пока держат под консервацией, но, в принципе, сменка Пригожину есть, и она как раз такая вот своя. Я думаю, что Пригожин тоже понимает прекрасно. Ольга, а что это за тяга такая, чтобы, грубо говоря, сидящих людей, люди, которые совершали преступления, тянуть во власть? Это как вообще? Как это воспринимается российским обществом, населением России? Но это же нонсенс. Для российского населения как раз это совершенно нормально, потому что Россия – страна тюремной культуры, такая тюремоцентричная, с тюремным жаргоном президент говорит вполне себе на тюремном жаргоне уже 23 года, вполне себе использует феню и разнообразные слова оттуда. И для многих как раз Пригожин свой парень. Такой свой, понятный, нормальный. Ну вот, с тюремными коридорами. А кто у нас без тюремных коридоров? Как раз это не смущает население. Тем более, что действительно мы видим, что популярность Пригожина растет. Он платит деньги, он свой в доску, он вот обнимается заключенными. Совершенно нормально. Поэтому, если говорить, например, об каких-то электоральных возможностях Пригожина, ну, то они вполне себе велики, потому что в России все равно нет свободных выборов. А если надо, он получит любые голоса. Другое дело, что он явно метит не на Госдуму, не на парламент, а куда-то повыше, поскольку для него уже депутатские лавры мелковаты будут. То есть это пост президента, получается? Ну, что-то в этом духе. Что-то в этом духе, поскольку он заинтересован либо в том, чтобы Путин был навсегда, но здесь его, надо сказать, желания совпадают с желанием всей путинской элиты, естественно. А если Путин не навсегда, начнется схватка пауков в банке, и среди этих пауков Пригожин будет один из самых опасных и самых жирных. Потому что особо вооружен. Ну да, так и получается. То есть неудивительно, да, что нам пытались навязать сидящего Януковича, а когда мы удивлялись, ну, почему именно такого человека Россия навязывала Украине, ну, теперь стало понятно. Он понятный, он понятный, он свой. Понятно. Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Евгеньевна. Спасибо. Ольга Романова, директор, основатель фонда «Руссидящая» была с нами на прямой связи.